Приветствую зрителей Политека Онлайн, в студии Инга Мизеря, Алексей Арестович, военный и политический обозреватель, гость нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Инга. Мы все с интересом наблюдали за теми видео, которые были выложены на одном из телеграм-каналов, потом уже, наверное, выложены везде, где, возможно, Алексей Гончарук, премьер-министр, говорит, возможно, госпожа Маркарова и другими, Рожковой представительница, Нацбанка. Мы, естественно, не знаем, насколько эти данные правдивы, насколько они не смонтированы. Что главное вы здесь услышали? Первая ваша реакция, когда вы это услышали? Первая реакция, что это люди из края страны розовых пони. Они не понимают, что они первые лица государства, значит, их слушают все, кто только может. С другой стороны, может, они и понимают, и им плевать. Пусть и слушают, они же ничего такого страшного не говорили с их точки зрения. Во всяком случае, ничего нового мы не узнали. Мы что, не знали, что президент Зеленский не очень понимает в экономике, знали. А в чем он вообще понимает, кроме юмора и общечеловеческих каких-то понятий? И что сам Гончарук не знает, что делать со 100 миллиардной дырой в бюджете, а кто знает в стране, что делать со 100 миллиардной дырой в бюджете? Ну, то есть я, честно говоря, не вижу там очень большого криминала. Это попытка найти криминал на уровне словесных формулировок, на уровне обидных фраз. Ну, судя по тому, что товарищи, там, троицы, которые ассоциируют, депутатов ассоциируют с Коломойским, прибежала тут же Бужанский, Тубинский и кто там еще третий, прибежали и сказали, мы этого дурачка сейчас будем выносить за оскорбление нашего Зеленского. Мне кажется, мы все понимаем, откуда дует ветер, да, вот в этих пленках, откуда вектор пошел. Хотя не исключено, что просто воспользовались. Ну, а вот вы говорите слушать, то есть это нормально, что Гончарка прослушивает, и мы же не понимаем, кто это же, и не НАБУ, ни СБУ, ни СОБЦИ. Вот я открою вам страшную тайну, его слушает его, собственно, охрана. Потому что охрана, если хочешь охранять, ты должен знать все, даже в туалете они смотрят за своими охраняемыми лицами, особенно первыми, и особенно в туалете. Памятую знаменитую историю, когда британцы, то ли у Хрущева, то ли еще у кого-то собрали анализ мочи в туалете, для того, чтобы посмотреть, какими болезнями он болеет, и отсмотреть, какой срок он будет находиться по здоровью на постуге генсека. То есть, а Путин видели при нормандском формате, с шестью охранниками в туалет ходил. Видят все, знают все, они жизнь слушают, как минимум. А еще мало ли кто там может. Мне кажется, вот интернет-сообщество разделилось на две части по поводу этого видео, но даже на три. Одна часть, которая считает, что да, ничего нового, ничего страшного, вообще обсуждать нечего. Две части, яки, скажем так, украинскую обуруни. Одни тем, что нелицеприятно говорят о президенте, мол, он не понимает, и надо ему что-то, скажем так, навешать, чтобы он успокоился и не пускал взраду в голову. А другая о том, что эти люди, в принципе, видно, что они не понимают вообще не только стратегию развития государства, но и к какому Оливье мы придем в следующем году, к индексу Оливье. Все-таки что страшнее? Второе, конечно. Всегда приятно узнать, летя в самолете, что летчики не очень понимают, куда они летят. Ну, тут же же момент какой. Вот я не люблю делиться ни туда, ни туда. Я могу сказать так, что даже люди, не очень понимающие, куда это все идет, ну, совсем быстро наш самолет в землю не вгонят. Всегда есть дополнительные факторы, всегда есть советники всякие, там, кредиты МВФ, там, прочие консультации и так далее. Куда-нибудь они довыгребут. Это меньшая беда. Для меня беда в том, что публичный имидж, который им строили, делали, который они часто густо поддерживают, молодых исполнительных ребят, которые все поменяют и не будут, он разрушается вот такие вот вещи, как цитаты, которые мы сейчас видим на экране. А несоответствие имиджа, который тебе строили, который ты поддерживал твоим реальным делам, это гораздо хуже. Это имеет электоральные последствия непосредственно. Если выборы в Верховную Раду соберутся, рано или поздно, через год, через полтора, через два, дозрочно, то это скажется непосредственно. Зеленский может потерять большинство в парламенте. А это вот уже совсем тогда будет специфическая история. Ну, тот вот, в принципе, если говорить о первых двух пленках, там, где в основном слышно только троих, это Гончарук, Рожкова и Маркарова, только Гончарук более-менее новое лицо. Ну, во всяком случае, новое лицо при должности Маркарова. Она была замминистра финансов при Порошенко, потом она стала министром финансов при Порошенко. Госпожа Рожкова, просто сложно даже вспомнить, сколько лет она работает в Нацбанке, она была заместителем Гонтаревой и сейчас продолжает занимать эти посты. То есть, вот как получается, не вскрывает ли это то, что вообще и раньше Украина плыла в каком-то направлении, и вот, знаете, ситуационно что-то решали? Ну, в финансовом отношении их же хвалят. Вот в финансовом секторе Украинский Нацбанк хвалят зарубежные эксперты очень сильно. Хвалят финансовую политику министерства. Одни хвалят, другие ругают. Это как с футболом. Одни хвалят, другие ругают. Или как с войной, или как со всем чем-то, с расследованием убийства и так далее, и так далее. Их поймали. Я думаю, что их записали. Это в объеме куда большем, чем нам продемонстрировали. Почему вы выбросили первым именно эти пленки? Вот вопрос. А почему? Финансовый сектор хотят подставить, в том числе руководство НБУ. И опять же у меня подозрение в сторону некого Днепропетровского, уважаемого человека, скажем так, Днепровского. Потому что удар по НБУ, по финсектору, это как бы... Это те люди, которые упираются в возвращение в приватбанк, указывают на возможного бенефициара, скажем так, всей этой истории. Потому что записывали их в объемах куда больших, чем показывали. Раздрай во внутренней политике, раздрай в окружении Зеленского. Ну, мы же тоже знали, что у него раздрай, там разные команды, которые с друг другом не могут договориться. И смертельные враги, ненавидящие друг друга и так далее. Вот им надо очень быстро завалить правительство. Как бы, да, оно не валится пока. Ну, к чему... У меня вопрос такой вот. К чему подойдет Зеленский годы своего правления в мае? Вот как его избрали на должность в мае. Я думаю, что это будет такая катастрофа кадровая, касающаяся его ближнего окружения, правительства и так далее. Вот если бы сейчас понадобилось заменить правительство, где набрать такое количество министров? В какие переговоры нужно было бы вступить? Сколько времени это бы заняло и что в результате получится? А выясняется, что скамейки запасных, у них не то, что нет, они половинкой попой худой на ней сидят, там, на этой скамейке. А кадровая катастрофа такого масштаба для государства в 50 миллионов населения, да, это крупнейшая страна в Европе. Вот это и есть истинная проблема, истинная катастрофа. А как так? Куда делись люди? Ну, ведь есть успешные компании, которые работают. В принципе, те же самые там заместители, там, руководители департаментов, они тоже вполне могут быть. Да, но у нас же назначение. Даже предыдущие министры там каких-то предыдущих лет, ведь они тоже могут. У нас же все назначения не по принципу Стругацких, не умные нужные, а верные. Дело в том, что у нас кандидатов премьер, это было 5 человек, и далеко не все из них были, ну, совсем уже, многих хвалили, а программа некоторых была вообще привлекательной, крайняя. Но выбрали Гончарука, потому что говорят злые языки, близкие к коридорам власти, что Гончарук сразу согласился на условие, что он будет техническим кандидатом, без своего политического голоса, веса и позиции политической. Остальные не соглашались, остальные хотели проводить политическую позицию влияния, реализовывать определенные диалоги, определенные проекты и так далее. Ну, и их не поставили, потому что в офисе президента, очевидно, думают, что знают лучше любого кандидата в премьеры, как надо управлять страной. И вот то, что они не знают, и то, что с ними не хотят работать премьеры, или хотят работать премьеры типа Юлии Владимировны, которых они очень сильно не хотят, или Арсена Борисовича, это и будет главным открытием катастрофы этого правительства, когда бы она ни случилась, сейчас или через какое-то время. Очень список требований к кандидатам со стороны офиса президента такой, что поместиться могут туда только такие люди, как Алексей Гончарок, вправо-влево. Любой человек с более серьезной позицией, обоснованной политической, представляющей политическую силу смене, их не устраивает, не устраивает Богдана, не устраивает, пока Зеленского, я так понимаю, и все окружение. А значит, скадровая скамейка, даже если она есть, она резко сокращается, и просто люди обрезаются по требованию политической лояльности, отсутствия политической позиции. Технические исполнители, оказывается, правительством нельзя рулить, вот это наша любимая легенда или миф о том, что нужно правительство технократов. Оказывается, не работает правительство технократов, люди должны быть с политической позиции, которые в частности сейчас ждут от кого, от Гончарука. Как Соня Кошкина написалась, если бы он был фигурой политической, он бы вышел, стукнул кулаком в Верховное Радо и сказал бы, ну давайте, голосуйте, завод у меня доверия мне. Как когда-то Гросьман сделал, помните? А если бы не набрались голосов, он сразу бы что получил, он получил бы иммунитет от критики и всего остального. Ну, кстати, в пятницу година запитаний до уряду, традиционный час вопросов, поэтому посмотрим, может быть придет. Может и стукнет. Юрий Лоценко дважды уходил с поста генпрокурора и даже сигнальные доставания не было. Ты легитимацию получаешь от действующего парламента и все злые языки утихают, потому что парламент тебя не уволил, значит работай дальше. Я не знаю, пойдет ли он на это или нет, но кадровая катастрофа Зеленского, она была бы подсвечена либо этим скандалом, либо другим. И сущность это, надо смотреть на Луну, а это палец, который указывает на Луну. Луна заключается в том, что офис президента не знает, куда вести страну. Что-то Решалово, оно, это не политический курс, не политическая позиция и не, уж, прости господи, цивилизационный проект какой-то новый. Обнаружил этот скандал с Гончариком, обнаружил бы это любой другой скандал и еще будут скандалы, еще они много раз себя обнаружат, это не важно. Важно, что в очень короткое время, мы с вами об этом тоже говорили, Зеленский упрется во внутреполитический кризис тяжелейший. Он может прийти в формате отставки правительства и неспособности набрать новое, заключить коалиционное соглашение, там очередное. Либо в ином формате, но это ближе всего, правительственно-парламентский кризис, скажем так. И кто будет вторым министром после Гончарука, премьер-министром, кого туда наберут и куда они поведут правительство, и как они будут взаимодействовать с офисом президента, вот центральный вопрос. А я думаю, что другого такого наивного человека на место Гончарука они не найдут уже, это горячая раскаленная сковородка быть сейчас премьером. А человек с политической позиции, который начнет сам вести лодку туда, куда он считает нужным, это традиционный конфликт между офисом президента, правительством Верховной Рады. Украина заезжает в свой любимый сюжет. А дальше понятно, что там взаимная война компроматов, скандал на скандале, падение рейтинга всех участвующих, досрочные перевыборы. Зеленский, обещавший нам новую систему, реализует худшие стороны системы, к которой мы привыкли за 28 лет. Вот это главное, что... Тогда в такой ситуации Гончарук получается оптимальная фигура, это меньшее зло. Пока оптимальная, конечно, его, как раз менять его не на что, потому что его замена, это запуск вот этого кризиса, возможно, преждевременно. Пусть кредит от МВФ получит, как бы, да, там есть еще ряд задач, которые надо решить. Опять же, на носу большая приватизация, на носу рынок земли. Кто, как, вы представляете, каким горячим постом во всех смыслах и в положительном, в отрицательном является пост премьер-министром. Какой дурак туда пойдет после этого, а не дурак, а тяжеловес политический, типа Авакова, типа Юлии Владимировны, но Зеленскому конец в этом смысле. Никакой осмысленной политикой он проводить не будет. Давайте представим Юлю на посту президента. Представьте, что между Богданом и Юлей начнет происходить. И далее все, наш любимый сюжет, в котором мы проваливаемся. Сейчас вот этот вот скандал, он электрально кому какие баллы добавляет или убирает? Я думаю, он валит рейтинг зеленого большинства в любом случае. Большинство всегда в ответе в глазах народа. Пока не на кого списать. А на кого еще можно списать? Больше не на кого. Сам президент Зеленский, который, по словам Гончарука, опять же, если это действительно слова Гончарука, что он задает вопрос, Леша, я еду мимо обменника, что происходит? Насколько это вот этот вот образ, что президент, один из нас, каждый из нас президент, что он реагирует точно так же, как мы? А вот этот вот аспект, что он не понимает, но пытается разобраться, как бы поднимает... К соответствию действительности? Да, да. И поднимает как раз его рейтинг, что вот переживает вместе с народом президент? Образ хорошего парня, это всегда очень выгодно, парня из народа. Пока это не начало сказываться непосредственно на холодильнике, курсе доллара, на благосостоянии народа, на выплатах социальных и прочее, прочее. Бюджет, дыра в 100 миллиардов, сама же никуда-то не денется. Кого-то оставят без выплат в том или ином варианте. Уже многих кого оставили, жалуются регионы и так далее. И на фоне вот этих безумных выплат в правительство, это же еще одна палка, которая упала им на хребет, еще один лом, да, безумные премии министрам, там, зарплаты в конце года. Они, конечно, говорят, что это в результате какой-то там ошибки, расчета произошло. Но уже произошло, уже стало достоянием народа, как бы, да. Оно дополнительно, скажем так, любовь к власти не порождает. Зеленский обучается, но тут же какой момент? Президентом может быть человек, реализующий визию. Он может не быть профессионалом, это не обязательно. У него и министры могут быть непрофессионалами, это политические фигуры. Замы должны быть профессионалами, которые давно в этой отрасли и так далее ведут. И это, для того, чтобы согласовывать такие разные видения и заставлять технократов выполнять определенную политику, даже если она есть, это бесконечное взаимодействие, совещание, коммуникация, выработка единой позиции, движение фигур и так далее, так далее. А его же не происходит. Сколько раз Зеленский бывает в правительстве? В месяц. Они не согласны. Значит, тогда еще надо искать иные механизмы согласования политики. Я думаю, что через Богдана это осуществляется. Или через другие фигуры. А скорее всего по направлениям. Ермак дергает пристайка, министра странных дел. За экономику неизвестно, кто отвечает. Потому что условно, как говорят, может быть это блок Сарасят. Там стоят запреты какие-то, которые не могут подойти Богдан и так далее. Может их это не устраивает. В общем, там творится бардак. Там нет нормального взаимодействия ветвей власти между собой для реализации какой-то вызначенной политики. Вот определенной, куда они хотят вести. И этот раздрай, судя по вот этим разговорам, если они истинны, приходится решать на уровне переписок в Вайбере. Или в этом самом деле, что происходит с курсом доллара. Такое управление совсем для своих. Это уровень переговоров парней с радиорынка, знаете, киевского. Которые вот едут мимо этого. Так что эти пять телефонов продаем. Или переждем, пока курсы произойдут. Это добавляет веселье, добавляет уверенности простого народа, что это парни с улицы. Хотя Гончарук очень сильно не похож на парня с улицы. Разве что хипстер. И Зеленский имеется в виду. Но оно роковым образом скажется на выплатах этому самому народу, его надостояние в течение ближайших нескольких месяцев. А вот это как раз уже не будет так весело. И рейтинга не добавлено. Ну, как говорили в одном недекоммунизированном фильме, в фильме «Поживем, увидим». Большое спасибо, Алексей. Алексей Арестович, военный и политический обозреватель, был гостем нашей студии.